Объединенные Арабские Эмираты Примечательно, что один из этих эмиратов – бывшая армянская колония, но обо всем по порядку. До 1971 года все отдельно взятые эмираты, так называемый договорной Оман, находились под протекторатом Ост-Индской кампании. Мелкие княжества шейхов не были чем-то особо примечательными. Пустыни, оазисы, Персидский залив, жемчуга и финики являлись главными богатствами этих земель. Англичане хоть и догадывались о богатых залежах нефти в этих краях и даже пытались установить буровые машины, однако основная ставка английского бизнеса была поставлена на добычу жемчуга и контроль над Персидским заливом. В 1968 году, после обнародования решения правительства Великобритании о намерении вывести до конца 1971 года британские войска из районов, расположенных восточнее Суэцкого канала, в том числе из государств Персидского залива, княжества подписали соглашение об образовании Федерации арабских княжеств Персидского залива. А уже 2 декабря 1971 года на карте мира образовалось новое государство – Объединенные Арабские Эмираты. Примерно с этого же года и закипела жизнь в монархиях. Предоставление независимости совпало с резким скачком цен на нефть и нефтепродукты, вызванным жесткой энергетической политикой Саудовской Аравии, что облегчило новому государству самостоятельные шаги в области экономики и внешней политики. Благодаря доходам от нефти и умелому вложению средств в развитие промышленности, сельского хозяйства, образованию многочисленных свободных экономических зон, Эмираты в самые короткие сроки смогли достигнуть экономического благополучия. Получили значительное развитие сферы туризма и финансов. Тем не менее, головой благосостояния населения Эмиратов является нефть. Именно она создала из песков самую настоящую восточную сказку, а ее жители – в сказочных персонажей. Отныне бывшим бедуинам не приходится нырять в воду за жемчугом, чтобы прокормить семью, а верблюдов заменили на Майбахи, Роллс-Ройсы, Ламборджини и Феррари – любимейшие авто местных жителей. Впрочем, эмиратец давно стал синонимом богатого человека. Напрягаться для этого не нужно. Достаточно родиться в ОАЭ, чтобы с маленьких лет стать богатым. Ведь уже при рождении государство выплачивает 50 тысяч долларов, наделяет землей, а в будущем и оплачивает учебу в любом вузе мира. Кстати, именно это обстоятельство ограждает граждан ОАЭ от черной работы. Ее выполняют граждане Пакистана, Индии, Бангладеш, Филиппин и так далее, составляющие на минутку только 89% населения. Иначе говоря, эти самые 89% обслуживают 11% местных жителей. Как-то один из них сказал, если, к примеру, случайно наехать на автомобиле на гражданина ОАЭ, то за такое преступление водителя ожидает крупный штраф и лишение свободы не менее 10 лет. Но если под колеса автомобиля попадет иностранный рабочий, то водителю всего-навсего нужно будет компенсировать компанию, где работал этот рабочий, другим иностранцам и выплатить штраф в 4 раза меньше, чем в первом случае. Вот такое крепостное, некрепостное право в 21 веке. К сожалению, в стране не осталось архаичных мест. Ни старинных двориков, ни шатров-бедуинов. Единственное место, доставшееся из старинной глубокой форт Аль-Фахиди, построенный в 1799 году. Ну и тот на 50% новодел. В остальном сплошные небоскребы из стекла, бетона и металла, насаженные привозные пальмы, кусты, деревья. Да что там деревья? Почва. Вся почва привезена из Латинской Америки. Тем не менее, у каждого из нас Эмираты ассоциируются с Дубаем, а сам Дубай с Бурдж-Халифой, Бурдж-Аль-Арабом, побережьем Джумейры, тубайским монорельсом. И, конечно же, шедевр современной архитектуры Паум Джумейры, искусственным островом в виде пальмы, разработанным французским архитектором, армянином Мишелем Моссессианом. Халиджи, как называют местных арабов, сирийцы и египтяне, гордятся островами, так как это не только красиво смотрится с высоты, но и увеличивает береговую линию Дубай в общей сложности на 520 километров. Если заглянуть в различные словари и справочники, то можно заметить, что написано практически одно и то же. Армяне впервые появились на территории государства Объединенной Арабской Эмираты в 70-х годах. Это были граждане Сирии, Ливана и Ордании, Египта. На самом деле, если копнуть глубже и покопаться в истории самого этого государства, то мы увидим совсем другую картину, о котором сейчас я вам расскажу. Впрочем, почему я? Об этом расскажет сам Эмир. Продолжение следует... Особенно, если кого нет и то, что я вам расскажу, Шейх Мухаммад Аль-Касими является эмиром Шарджи и министром образования Объединенных Арабских Эмиратов с 1972 года. Становление Эмирата Рассельхайма с его армянской историей включено в учебники для учащихся колледжей страны. Порой некоторые разделяют людей по религиозным признакам, чего неправильно, и Объединенные Арабские Эмираты яркий пример. Покуда Эмираты были под протекторатом христиан-англичан, армяне не имели здесь своего прихода, и только после обретения независимости у армян стали строиться свои церкви в мусульманской стране. Уже в 1975 году, через 4 года после обретения независимости ОАЭ, Эмир Шарджи распорядился построить армянский храм, а в 1980 году состоялось открытие храма Сурб-Григор-Усаву-Рич и здание армянского культурного центра. В 2014 году открылся второй храм святых мучеников в Абу-Даби и воскресная школа. В ближайшие годы ожидается открытие и третьего храма в Дубае. Армян в стране чуть более 10 тысяч, почти половина из них родились в ОАЭ. Практически все говорят свободно по-арабски и по-армянски. В настоящее время Расельхайма единственный эмират в содружестве ОАЭ, где сохранились исторические артефакты и не съеден полностью модернизмом, как Дубай, Шарджа или Абу-Даби. Здесь можно насладиться аутентичными улочками, глинобитными домами, средневековыми акведуками. Уйти, так сказать, в прошлое регионы. Ведь в отличие от других соседних эмиратов, где некогда жили бедуины-кочевники, Расельхайму населяли оседлые армяне, оставившие после себя строение. Как сказал его высочество шейх-султан бен-Мухаммед аль-Касими, Расельхайма может предложить туристам не только пляжи и фешенебельные отели, но и исторические ценности, оставленные армянами Джульфара. Так что, если у вас еще останется немного денег после роскошного Дубая, советую посетить Расельхайму. Находясь здесь, туристический проспект обязательно приведет вас в Джульфар, находящийся в считанных километрах от города Расельхайма. Только там и более нигде вы не увидите следы эмиратов. И следы эти будут армянские. Субтитры создавал DimaTorzok